Их кабинеты курские леса, но ходят они туда не ради пения птиц, а чтобы сохранить и приумножить природное богатство нашего края. 11 сентября, день работника леса. Настоящие фанаты своего дела, энтузиасты с горящими глазами. Другие в этой профессии просто не задерживаются. Лес – это такой же живой организм, как и человек. И когда действительно нервный напряг, лучше пообщаться в лесу с деревьями, чем с людьми. Получаешь больше эмоций и больше отдыхаешь душой. Алексей Дмитриев мечтал об этой профессии еще со школы. Романтика лесной жизни греет душу и сегодня. А результаты работы пусть и не видны сразу, зато сохранятся на десятилетия, а может и века. Я сейчас только вижу результат своей работы с 2001 года. То есть прошло 17 лет, как я работаю на должности в лесной отрасли. Я вижу только результат своей работы. И мне приятно. В лесном хозяйстве Курской области трудится около 600 человек. Коллектив устоявшийся, новые лица его разбавляют редко. Отчасти потому, что получать профессию приходится в соседних регионах. Вот будущее пополнение. Никита учится в 10 классе, но уже гордо носит зеленую форму. Мне нравится защищать природу, чтобы мы жили в чистой и здоровой стране. Ведь красота нашей природы, она зависит от человека. Если мы не будем за ней следить, то человечество будет в большой опасности. Самая серьезная опасность, которая сегодня грозит курским лесам – пожары. В этом году уже произошло более 200 возгораний. К счастью, без серьезных последствий. Лес не пострадал. В основном возгорания – это у нас отдельные нерадивые и сельхозпредприниматели есть, которые подпаливают поля. И эта угроза создает лес. Оперативно выезжали, делали. В этом году лесники посадили уже 390 гектаров молодняка. Еще 60 осталось на осень. Традиционно 80% саженцев – это дуб – основная лесообразующая порода для нашего региона. Ангелина Рязанцева, Сергей Дорохов, Телеканал СЕИМ.